Привет, меня зовут Андрей и сегодня я тебе расскажу про самый крутой фестиваль, посвященный инструменту, который проходит в городе Екатеринбурге. Это Уралпулфест и он начнется уже через полчаса, а для тебя это всего лишь одна секунда. Ты только взгляни, целая парковка занята одним только инструментом. Вон мелоки надувают свой шатер, трупперы уже почти приготовились, некоторые ребята еще дособираются, но в целом все уже готово для того, чтобы начать самый главный фестиваль, посвященный инструменту в городе Екатеринбурге. А в этой части расположена самая вкусная часть нашего фестиваля, ведь именно здесь, на самом настоящем гриле, тебе будут разогревать вкусные хот-доги. Разумеется, бесплатно, мы угощаем. В самом магазине сейчас тоже ажиотаж, посетителей полно, все хотят получить инструмент со скидкой в 15%. А это все, только первый конкурс начинается. Пойдем посмотрим, что там происходит. Мы будем выиграть самые лучшие брендовые подарки. Мотаться на роду. Мы будем разыгрывать призы из общего фонда, стоимость в 1 миллион рублей каждые полчаса. У тебя будет возможность взять что-то отсюда. Евгений, как идут приготовления? Мы уже готовы. Уже готовы? Уже все? Как настроение? Чего хочется привнести людям? О чем рассказать сегодня? Слушай, мы несем культуру производства в массы. Сегодня расскажем много интересного. Здорово. Желаю удачи. Еще подойду сегодня. Всего хорошего. Спасибо. Наш главный, один из главных постоянных клиентов. Что ты сегодня у нас взял? Показывай. Купил, как обычно, расходку. Бакарезы. Периодически покупаю. Главное, что бокарезы страдают, а не сам электрик. На что надеешься? На какой приз сегодня? На главный, как обычно. Ну это самое главное. Ничего меньше. Будем участвовать в конкурсах, побеждать. Хорошее настроение, общение. Куча знакомых. Так что отличный сегодня день. Мастер, с праздником. Поздравляю с днем рождения. У-у-у! С днем рождения. И всегда доволен тем, что приезжаю и покупаю себе всякие приколюхи. Классный магазин. Всем рекомендую. Здорово, Вадим. Обязательно посетите зону с хот-догами. Они вот-вот у нас будут готовиться. Ну а мы тебе желаем хорошо провести этот день. Кайфуй. Спасибо. Только посмотри, сколько народу Макиты. Наверное, там какие-то футболы проходят. Давай заглянем с самой камерой. Так, тут тоже что-то интересное у нас происходит. Здесь находится инструмент фелла. Вижу динамометрические отвертки. Всяческий иной инструмент по типу соло. Опа, Кирилл, здорово! Привет. Слушай, а что ты один без стенда? Мы в этом году приехали посмотреть. Увидеть ваше замечательное мероприятие. Мероприятие просто огонь. Вы вообще молодцы. Такое я в России вообще редко вижу. Вау, это очень приятно. Спасибо вам, что пригласили. Обязательно будем работать над тем, что вы в следующий раз устроиваете ваш демонстрацию. А так, вообще, в ближайшее время ждите очень интересных новинок от компании Део. Кстати, о чем про новинки? Расскажи, пожалуйста. Придет 15 видов аккумуляторного инструмента на нашей платформе, на которой 20 лет больше. Платформа Майорский, садовая техника, аккумуляторные инструменты на нашей платформе. Придут очень интересные и прокаченные снежки. Мы в этом году прокачали наши снежки. Хоть что-то будет сюрпризом. Ого, сюрпризы? Это мы любим. Отлично. Как только придет, мы отправим вам и посмотрите. И дальше ждем от нас отвергнут профессионально. Ну и в целом, огромное вам спасибо, что пригласили. Нам очень нравится. Вы молодцы. Розыгрыш будет в 11. Мероприятие «Огорь». Будем работать, развиваться. Обязательно ждем тебя со своим стендом уже на следующем мероприятии. Обязательно приходите. Спасибо. Давай, счастливо. Рад был тебя видеть. Что-то хотят выиграть. Какие-то подарочки. Хорошо вид из берега. Молоко желтого цвета. Проходите. Наслаждайтесь, получайте удовольствие и выиграйте подарки. Раз, два, три. Ваши хрики, шумы, аплодисменты, помахали рукой. Мы любим мальчик. К какому из стендов стоит самая длинная очередь? Правильно, к тому, у которого раздают пирожки и хот-доги. Здесь у нас работает Анна. Очень профессионально. Она сейчас работает с людьми. Я не могу ее отвлекать, потому что все эти люди потом меня съедят, если я не дам им быстрее поесть. Поэтому просто пожелаем ребятам удачи и бежим дальше. А как вас зовут? Егор. Егор, вы довольны? Это что, был уже или сейчас? Нет, еще бы не участвовать. Это был? У вас еще 500 бейджиков, поэтому Егору аплодисменты. Егор довольный. Ирина? 0,3,88. 0,3,88. Если вы есть с таким номером, подайте сигнал. Что же ему достанется? Счастливчик. Упаковка из-под лопаты штыковой. А, нет, 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 нет. Ему достается крутой подарок на сон дренажный от фирмы Геос. Людей просто умотаться, не протолкнуться. Все из-за розыгрыша, который закончился только что. А через 10 минут еще один розыгрыш. О-о-о, да. Сегодня у нас еще курочка на гриле. Леми. Кстати, на инструментальном фестивале даже скамейки необычные. Например, я сижу на скамейке из уровня Капра. Так, лестница, получается, с вот такой... О-о-о, об нее порезаться можно пальцем. Ну, в ботинках ходить нормально, в машине. На стремянках краус, насколько я знаю, даже и специально в тапочках не ходить, потому что они могут слетать, ну и, соответственно, человек сам падает. Слушай, любопытная новинка. А сам про фестиваль что можешь рассказать в целом? Ну, весело, народу надо. Балдем, кайфуем, да? Чего ждешь от сегодняшнего дня? Хочется побольше стремянок продать или в целом повеселиться, поприкалываться? Привет-привет. Здорово! Повеселиться, поприкалываться. Ну, показать товар лицом, то есть рассказать побольше, потому что продавцы... Ну, обучение, конечно, проходит, но не всегда все знают. Мы знаем все равно больше. Конечно. Слушай, очень интересно. Особенно ленды, которые приходят и говорят, ой, у нас вот есть такая лестница, а нам бы вот, допустим, наконец-то выходят. Да, это расходник, пожалуйста, через ребят. Самое интересное, получить обратную связь с стремянками, потому что мы напрямую с людьми-то не общаемся. Ну, подожди, вот сейчас. Мужчина говорит, у меня вот этой стремянке лет, наверное, 12. Я на ней до сих пор работаю. Так, кто хочет, радуй. Ну, говорит, вот, наконечник. Пожалуйста, берите еще 12. Все, купил наконечник, и у тебя, значит, нормальная стремянка. Потому что здесь это, кстати, проблема, на самом деле, вот у всяких ноунеймов, да, у тебя закончилось трех, ты ее сначала обматываешь, 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 что он плюет, что это выбрасываешь, и все. А тут взял, наверное, раз, расходники все есть, всегда в наличии, либо под заказом, там, в течение трех недель. Вопрос такой. Я, допустим, я однажды упал с подобной стремянки, и она немножечко изогнулась. То есть из-за этого у меня одноножник не достает до земли. То есть, на мой взгляд, к сожалению, все уже, таким оборудованием пользоваться нельзя. Нельзя, по сути, да? Да. Но я все равно пользуюсь, как бы, у меня... Если есть деформация, то не рекомендуется. А у Графса, кстати, есть обслуживание там стремянок? Сейчас существует такое в природе? Скажем так, нет. У нас есть комплектующие, если, как бы, есть необходимость, мы их продаем. А такое, чтобы обслуживание, нет. Они просто не ломаются. Есть гарантия, да, если, как бы, случай гарантийный, тогда как бы... Просто замена. Да, замена. Все, понял. Так, а пока здесь выбирают подарок, я тихую возьму, оденусь и покажу, что я умею. А я ничего не умею. У нас на фестивале ты можешь сам попробовать себя сварщиком, еще получится это, бриз. Я вот просто попробую себя сварщиком сейчас, что получится, не знаю. Главное, не взорваться. Вы будете честно. Сварить не получилось. Получилось сделать вот так вот. Но доволен до ушей, в целом, что попробовал, мне очень понравилось. И ты приходи, тоже пробуй себя. А это Сеникс. Пока они там заняты чем-то, я немножечко потерерилизирую их. Глянем, что у нас здесь. Аккумуляторная газонакосилка на базе. Там весна 40 вольт, значит, у них 2,20 вольтовика ставятся. 5 ампер. Любопытно, насколько такой истории хватит. В целом, довольно любопытный. Ящики ничего не напоминают. Очень любопытный. Пластик такой, звонкий немного, но в целом, довольно любопытная история. Давай-ка глянем, что у них по инструменту еще есть. Так, это мы еще попилим. Давай-ка глянем. Здесь шуруповерты, пилы, воздуходубки. Такая компактная история. Очень будет интересно тем, кто любит веточки там какие-нибудь. Да, снимать. Ну и в целом, в хозяйстве довольно полезная. Повалка. Сейчас подглянем немножечко здесь. Здесь у нас такой достаточно классический инструмент. Работает. Ты смотри, что. Ты смотри. Это любопытная история. Охренеть какой-то глян. Огромный. Сейчас мы его посмотрим. Такая вот история ставится. Вон в турбе лук. Волку мощнее. Вот это я понимаю. Вот это. Мы берем как-то история. Получается 60 вольт. Что-то напоминает кому-то. Но тем не менее, здоровская идея. Что, Степан? Самый прекрасный. Погнали, может, что-нибудь попилишь? Чуть попозже. Сейчас он подойдет. Ну, понятно, подойдет. Я? Ну, давай, на, держи. Кого брать? Бри, маленькую, с 80-го. Сможешь? Ты же умеешь. Я не умею. Ну, как не умеешь? Ты же ролик снимаешь на канале, сам не умеешь. Которая нижняя будет? Ну, давай, тогда уже так она, тепленькая. Сейчас у нас Андрюха будет. Сам себя надо мовидео снимать. Нам сейчас говорят, чтобы мы не шумели, потому что идет розыгрыш. Вот такие вот мы, ребята. Пока там идет очередной розыгрыш. Пользуюсь моментом. И теперь докопаюсь до этих репетингов. Что, рассказывай, что-нибудь есть? Вот, триммер. Это что за чудо? Вот это вот. Это чудо для распыления, удобрений, пестицидов, гербицидов и прочее. Большой площадь. Я привык к тому, что обычно это какая-то история, ну, плюс-минус там аккумуляторная, либо там накачивается просто. Вот у тебя аккумуляторная это локально что-то обработать. Здесь именно бронотереев, глина парка, клещи от комаров. Большая площадь, где маленькая правда. Ну, офигеть, огромная штука, конечно. Из новинок, может, что-нибудь? Из новинок, вот у нас появился пусторез полноценный, моделька Egeos Max Premium 551B. Идет в комплекте сразу и спильным диском с магнивым упором для мерения деревьев до 7 сантиметров. Здорово. В комплекте сразу идет кассивная головка, хорошая вот зубхранцевая шлейка. Ну да, мягкая вот эта вот история здесь, жесткая. Классная, есть упор вот для ветра, есть у него режим и зимние лень, то есть зимой их тоже используют. Сосульки, с это сказать? Нет, 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 вдоль железных дорог бывает, прочистку делают, под лапами, прочистки. Зимой тоже. Действительно здорово. Как вообще ощущения от самого фестиваля? Да круто, чем вообще. Вполне. Народа полно. Как у тебя вообще, ну, у самого ощущения, уже успел там у нас кофе попить или там поесть какие-то там? Нет, по-моему, по-моему, поесть не успели, но очередь огромная. Кофе-аппарат. Это я ощутил. Кофе-аппарат, да. Ну я, правда, да, наглецом пролез в не очереди. Правильно, правильно. Мы сегодня работаем, нам можно разочек там быстренько переехать. А, еще что-то. Ну-ка давай. Прекольная тема вообще. Ну давай по Требакову. Для частного дома. Есть, иначе, много поколоть для отравличка. Для структура 5 тонн дайвит. То есть мокрую березу на 2 диаметре до 37 метров. А сфактурую на 10-18 метров. Можно еще поставить листовину, чтобы сразу почти нечасти клюв. Ну, это либо на ногах, либо на ее стакан, либо на землю посмотреть. Жен, у него кузов-то довольно интересный такой трубой. Хорошо, что заценил. Да, он отличается, на самом деле, от конкурентов. Здесь все массивно сделано. На работе здесь. И на тормозе. Да, прикольная история. Блин, здорово. Этот травакол можно уже у нас приобрести? Блин, ну тогда без проблем. Покупаем, не стесняемся. Покупаем, не стесняемся. Покупаем, не стесняемся. Такая охотовая модель, которая сейчас здесь представлена. Это тамагам на длинной рукоятке. У него берут походники, туристы на охоту. Ну и если нужно снять скальп, вот это самая нужная вещь, да? Нет, лучше вот такое вот прожатое лезвие. Ай, да, понял. Извини, что перебил, давай. Полный клинк, хорошо колет, небольшая режущая громка, хорошо открывается дерево, но нужен навык для рубки. Но такая машинка для перегрызания, то есть 250-ые бревна, которые можно грязь и колоть. То есть это бобер? Это не томогавка, это карманный бобер, можно сказать. Ну и как в обре получается. Получается так. Как бы из универсальных, хорошая скафа, но это уже такой универсальный валачник. Кому нужно побольше диаметра, а это холодное время года, либо больше народу, поход с тобой спокойно. И мои самые любимчики, это глины. Прекрасные универсальные топоры, полный клинк, хорошие финальевские кромки, статинированные щеки, которые помогают ему меньше залипать, когда глубоко заходил, сопротивление меньше, просто вытаскивает. Как бы сколько топоров не пробовал, и на самом деле, что моими любимыми, как-то... Слушай, вообще здорово, классно объяснил. Как тебе само мероприятие, расскажешь? Я первый раз в прошлом году, ребята приезжали, им понравилось все. Говорят, прикольные полосы. Вот в этом году, как я вижу, по-постоянно видно, что толпа народу ходит. Абсолютно, да, это вот каждый раз так. И сегодня очень с погодой, кстати, чуть-чуть буквально покапано. Да, повезло, заливало, просто покрасно. Мы на выходы живем. Да, да, да. Спасибо большое за то, что рассказал. Парни, подказали. Надо было познакомиться. Давай, счастливо. А сейчас со мной... Нет, это не представитель от компании «Милоки». Это наш постоянный покупатель. Михаил Анигин. Эки лучшие натяжные потолки в городе Екатеринбург. Ну что, расскажи что-нибудь про себя. Как ты вообще попал на фестиваль? Как узнал о нас? Короче, фестиваль – это самое крутое мероприятие, где можно вообще побывать, в принципе, в Екатеринбурге. Магазин «Мастер» – это самый лучший, наверное, лучший магазин в городе Екатеринбург, где можно предоставить любую, наверное, мелочь. Короче говоря, если хочешь найти действительно хороший инструмент, редкий инструмент и расходку к этому инструменту, приезжай к нам. Миша постоянно так делает. Здорово! Вот, наконец-то, до Элитеха добрался все-таки. Наконец-то. Здорово! Добрый день! Что, расскажи вкратце про то, что есть... Вот я вижу черное, красное и что-то вот такое любопытное белое. И что из этого – самая крутое, самая последняя новинка на данный момент? Смотрите, здесь представлены все новинки. Элитех Ернбург, Елиссан, А4 подгруппы. Это Элитех профессионалка, Элитех Афти, переводится «Хави Дилги», «Усильные работы». Элитех стандартная линейка и Элитех домашний мастер. Это бытовая линейка для дома, для дачи, для сада. Также у нас появилась линейка «Элитех Гарден». Это поливочные системы. Это один из лучших заводов Китая, который производит. Все штура очень качественные. Есть с металлическими садками и колбами. Резьба достаточно мелкая. Для чего нужна мелкая резьба? То, что здесь не будет пропускать вода под давлением. Это здорово! Есть поливочные системы, сейчас здесь приставлены. Пока что одна я привез ее. Но их достаточно много. Все это можно приобрести по гостиням мастер. О, класс! Класс, я взял вас! Здравствуйте, тебе все понравилось. Ждем тебя на следующее мероприятие. Наконец-то! Макита, Женя, здорово! Рассказывай, как у тебя делище? Как в само мероприятие тебе? Отлично! Супер, думаю, что мы привели замечательный конкурс с фрезером. А у нас останется эта табличечка? Мы сможем ее куда-нибудь поставить? Пойдите! Дорогие! То есть я еще могу пригласить мастеров. Слушай, нам продают наши логотипы. Так, из новинок что-то вот, что уже можно протестировать? Что, ребята, например, вот этот вот замечательный отбойник. Да, отбойник. Мы уже в деле, уже поработавший. Да, потому что это все у нас как раз для демонстрации. И даем ребятам, группы, клиенты, которые сами уже на производстве. Говорят, оценивают. И где-то в процентах мы на 98-е они уже приобретаем. Потому что мы приехали, посмотрели, чем они работали. Мы дали свои рекомендации, ставили инструмент именно тот, который не вбедируется. Здорово! А сам по себе вот этот вот инструмент... Я, допустим, на обзоры же ведь могу его взять, правильно? Это отдельно, позже расскажем. А сейчас посмотрим на все новинки, которые сегодня нам Жека привез. Из новинок, все новинки, конечно, у нас в магазине Мастер, они уже есть. Ну да. Немножко чуть позже. Рубанок, я, по-моему, еще не обалебный. Рубанок 4 мм снимает за раз. Ого! То есть можно попробовать, можно как раз рассказать об этом. Тот самый лобзик, который я обозвал рубанком не так давно. Слушай, вот прекрасный пример, когда технология АВД, это вибрационная и бездная. Берешь и ручки, ощущаешь, давай. Ну-ка. Я ощущаю легкое щекотание ладошки. Я не ощущаю легкого щекотания ладошки. Вообще ничего. И классно, действительно. И классно, все пределы, что можно. И по-моему, здесь есть. И с самым большим профилом, который, по-моему, как груз-сото, он пилит легко. Здорово. А по металлу пилки есть? По металлу, моя любимая. О-о-о! Хотя позже будет конкурс по ней. Здорово, слушай. Чтобы здесь не исклить возле вашего магазина. Да, конечно, да. Поработают ей. Линейка УШМ у нас расширилась. О-о-о! По 25-му, по 25-му, по 25-му, по 25-му, по 25-му. Мы пришли. Также, что прикольные мне очень нравится. О, слушай, а, кстати, по кусторезам нет. Ну, даже так, я одной рукой, то есть, на вытянутой руке. Здесь где-то около метра, да, на длину идет? Да, 18 секунд. Ага. Аккумулятора как будто не хватает, чтобы противовес такой был, и можно действительно одной рукой работать. Ну, что же, и знаменок, и знаменок, и наконец-то подкрыли. Уже попроще такие ставки. Ну, то есть, как бы, и сложные, и попроще одновременно. Так, ну, думаю, наверное, По информационному обзору пока все, чуть позже можете еще что-нибудь подключить, о, михай, михай. Здарова! Привет! Расскажи, что самое интересное на сегодняшний день у тебя здесь представлено? На самом деле много-много всего интересного, в основном это для работы с керамогранитом, как с мелким, так и с крупным форматом. Есть вот такие обалденные столы, сороконожки, которые за секунду стираются и становятся очень большими рабочими столами. Здорово сказать. А у тебя же еще должны быть накладки на эти столы, правильно? Вот они есть, да, по праву. То есть я вот из этого собрал вот такой стол, на котором стоят сейчас плиткорезы, и вот эта вот история отдельно, вот она продается. Да, то есть рабочее место буквально из кармана взял, достал стол, правильно? Его можно модифицировать, то есть открутить, и, пожалуйста, сюда заходишь, и все, и работают как-то удобно. Лучше, прикольно. Поставил там какой-нибудь... И не комнатно соединять, делать P-образные, P-образные. И можно использовать как помочь, что-то делать на высоте. Лучше. А, то есть ты еще вот эту вот крестовину снимаешь, правильно? Чтобы зайти. Да, да, да. Я только сейчас заметил, что это не просто сняли сверху. О, я смотрю, тактиксы. Ты свои ящики какие-то сделали? Да, там большой ассортимент. серия уже серия профессионал большим количеством ребер жесткости и резиновым уплотнением ящик в принципе 85 модульные системы тележки знаешь кого напоминает я могу отдельно рабочие наушники взять которые меня через который я могу и звонить и слушать музыку и при этом еще и защищать и слушать конечно машины и порядка они еще точно есть регулируемый я заметил что довольно большой ассортимент что еще из любопытного во первых ваш бестселлер пылесос который там уже стоит потому что все кому надо до него доберутся что 20000 отдаешь получаешь там старпик с карман на уже примерно надо надо автоматически очистка и карты и вы далее прямоугольный кепа такие деньги такой пылесоса довезет на охота ну где-то на тех вещей и вот такая тоже приблуду очень интересно и ближайшие что я знаю подобное то колесо на другого на втором городе 2 0 много о 1 4 а это вовсе Это обычные черепашки, это черепашки лимфы для гравёра. Ага. Кстати, да, очень много лимфоксона. Но сейчас тема, почему модная пошла. Примечки начали делать топку под состаля в приближателе на базу. Вот такими вещами. Очень популярная история. В лимфодиле здесь есть черепашки, есть отрезы, есть импрезы, игр. Ну, всё прям. Вот новая лимфодилка уже на фриквальном лимфодилке. Это уровень примерно Мирки или Фестула. Ого. Громко завеление. Да, но здесь герамика точной формы. Не получается герамика, а герамика. Это, которая получается очень, что сразу резкая, при этом здесь в ней ничего не задевает герамика в этом. Абсолютно верно, но она просто крепче, чем... Я бы не такой добрый такой. 0497,2. Вот он. 0497,3. Несколько выжить, друзья, амблесменты Владимира увоняют, несмотря ни на что. Мы вам дарим третий подарок, пожалуйста, половина. Мы вам дарим цепку, дискотку, вот такую вот серого цвета, что вы приходили в магазин-мастер. Это вам будет как дискоткая карта. Здесь у Мирки как раздельку именно вот этой истории и продается. То есть они... Да, ну, блин, там у них как-то... Вот он, в нем, в тех. Там как-то, там, зерно, дальше друг от дружки расположено. Здесь поближе. Ну, плюс это или минус не мне судит, но в целом вот как раздельщик. Здесь даже есть, ну, технологи вот этой самозадачивающейся. То есть они скрываются и всегда вот эти острые. 0629,1. Блин, сколько всего разом не обозреть. 0629,2. О, этого я знаю, это я знаю. А, листы? О, о. Почему все сошли? Я долго его раз сами бы не думали. Лучше расскажи о том, как тебе само мероприятие. На самом деле мероприятие очень классное. 13.01,2. Набор ручного инструмента 13.01, друзья. Получается, Владимир на В, и Валентина на В, Владимир был более парковый. Валентина, пока маньяк жестко, 13.01,2. Мостовка, много производителей, много всех людей, которые у вас есть. Прочерпо смотреть по счету, когда сожидание, что-то аптектировать. Немножко шумно, потому что на всех сторонах его активности. Вензофилы, Болгарки, 100,100,000. Но покупатели там спрашивают, где купить можно здесь. Конечно, можно. Для вас не устраиваем. Стараемся привозить новинки, отмечать, чтобы вы знали, что кто-то появляется. Стараемся привести структуру в маркетинге, потому что прогресс стоит на месте. Да, я в Валентине ничего не знаю. Мне тоже очень нравится. И БХ, и ДЛТ, на самом деле, очень классно, что у клиточников появился более близкий брат, который сражается именно инструментом. И так, внимание, друзья, четвертая паспорта в Валентине уже позднимо. Потому что не было бы выхода, чтобы чем-то пользовались. На борт рутного инструмента. По семнадцатым инструментам хорошим. Не мешай, пожалуйста. Ну, более того, тут запихай, да, он появился пять лет назад. Это не СИГМа, который, да, мне по семнадцатым компаниям. СИГМа продается по всему миру. Уже столько и такого качества. Да, да. Сейчас европейцы, они подбывают уже реально. А тут у нас наук. Собирают дженгу. Интересно, когда они ее будут штукатурить? Не сегодня. О-о-о-о-о-о-о! А трогать нельзя саму... Нельзя! О-о-о-о-о! Что это такое, покажется? Это... Это мультимильтитул? Да. Это только плоскогубцы или там еще что-то есть? Нет, тут еще стрелок. Крывается. О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! Вы что, прикалываетесь, что ли? А что, если я их все скуплю, эти маленькие штуки? Блин, они по восемьсот рублей продаются. Королем лили будут. Ну, типа да. Три! Могти дочатить. Нифига себе! Слушай, ну тут прям... Посмотри, какая крунецкая штука. Офигеть! Слушай, надо, надо. Зарочно стало надо. За вот эту штуку я просто обалдел. Это типа... Чтобы... Блин, да. Огниво, что ли? Да! Понял. Понял. Офигеть! Типа чем угодно можно делать. Очеркнул, и она типа... Это типа средство защиты и безопасности вот этого всего. Ага. Здесь кусочек с какой-то ваткой с бензином, по идее. Вот здесь ватка с бензином, а здесь прорезиненная... Офигеть! А типа это, чтобы сразу же пропитать какую-то деревяшку и тут же ее... Ёлки-палки, там еще и свисток! Вообще, охрененные что ли! Вот мелочь, а непонятная. Что-то напоминает мне интересно. Да, кого-то напоминает. Что-то цвет даже капитан. Одно. Валентин. Здрасте. Андрей. Так, ну-ка, что у нас здесь есть вообще такого любопытного? Ага. Здесь у нас представлена продукция свисток, пока еще не представлена у вас в магазине, но по отзывам, по запросам, как бы мы уверены, что 15-20 позиций самых лучших будет представлены. Ага. То есть выбрали уже, как бы отсортировали. Недели через две будет мастерина шоумиана. Это профессиональный бренд. Он с 1994 года. Ага. И цена, качество, оптимальное сочетание. То есть мультитул начинается от 2000 до 5000. Ага. В зависимости от типа стали. Понял. Производство где? Это Тайвань или... Нет. Тайвань нам больше не друзей. Это материковый Китай. То есть этот нож, примерно, 1300 рублей стоит. Да. Очень легкий. Здесь на подшипнике, судя по всему, да? Подшипник. Серейтер 425 сталь. АБС пластик. Ага. Это подороже модель, потому что это текстолит. Ага. Здесь тоже 425, он 1600 рублей. То есть просто другая рукоятка, более тактильно, более приятная. Текстолит это печатные платы, которые использовались, ну, давно-давно. Да и всегда используются уже и до сих пор. Ну, понятно. Нет, нормально, действительно. Так. А из каких-то любопытных шоу. Вот я смотрю на эти мелочи. Мне прям вот интересно, что вот это, например. Ну, вот такая мелочь, к примеру. И лампочка, и это. Здесь в виде брелочка. То есть мы как бы его прикрепляем, да. То есть и у нас получается такой мультитурчик. Ага. Есть ножнички, которые, как бы, вот они. Ага. Из двух ножа. Получается одно. Есть филейник ножичек, который вот такой мягенький, хороший. Ничего себе. Да. То есть и он еще не тонет благодаря своему составу. Любопытный. Есть, да. Ну, основной, конечно, интерес, это Брэндворк Про, который представлен в магазине. Давайте посмотрим его. Ага. Ага. Начиная с рыбацких ножниц, популярные очень, как бы, мощные, надежные, как бы, хорошие ножнички. Здорово. Представлены в магазине. Заканчивая, а-ля, как бы, Красники Брэндик тоже была такая трещеночка. Ага. Нежненько, нежненько. Что-то много, да. Зубьев, там, где-то 90 или под 100, как бы, ну, более доступные ножи, как бы, которые... О которых и так все знают. И так все знают, да. Просто, как бы, этот нож стоит 900 рублей, а те ножи стоят... Вот такой, наверное? Да. О, ничего себе тут... Это, ну, я соединил, это здесь идет... Ага. Очень любят, как бы, туризм, охота, рыбалка. Это различные мультитулочки. То есть это просто, чтобы не потерялось, но я даже рассоединить не могу. Ага. Это вот оно. Такие различные мультитулы, которые люди крепят, как брелки, как к этим. И оно позволяет, как бы, при необходимости что-то открутить. В целом, у нас год гарантии на инструмент. Из-за этого год гарантии на инструмент, как бы, рекламации минимальные. Понял. То есть их просто мало. Есть ножички, как бы, а-ля желтенький брендик Ольфа, как бы, тактильные, угол 30 градусов, 156 рублей розница. Слушай, ну, здорово, на самом деле. То есть какие-то маленькие вещи там подрезаны. Вот это вот любопытная какая-то история. А, это многоключ, я понял. То есть мы его скручиваем, маленький диаметр. Тристолет для герметиков мощный, 1335 рублей. Антикапля, два режима. Режим... Режим антикапля. Вот у нас сейчас включена. Она, соответственно, сбрасывает давление. Отключаем режимы, два режима. Здесь режим силикон. Переключаем сюда. У нас режим 1.24 передачи. Ага. Прикольно. Да, 1335 рублей аналогов нету. У Крафтула подороже. И есть самая, как бы, моя любимая вещь. Это когда вот конкурсы превращаются в соседки. Офигеть! Это что такое? Что такое? Офигеть! Короче, в порядке штучков приколов. Я знаю. Ножи такие есть, бабочки. Только это вот бабочкой инструмент. То же самое, набор бит, что он там, набор бит, но открывается вот так. Бита достается, вставляется, магнитится, все работает. И новинка, которая будет только через два месяца, в России еще нету, это вот такой наборчик. О-о-о! Здесь есть специализированные биты, и для любителей фела, вера, набор стоит 1300 рублей. 1300 за такую трещотку? Не за трещотку, а за набор. Биты в нагрузку. Офигеть! Да. Притом здесь хорошие зубья, да, все как бы нормально. И год гарантия. Только здесь есть отвертка Мерседес, которая вот для сейчас используется. Раз, два, три, четыре разные. Да, да. Здорово! Что, рассказывай, как делище? Танки видел, знаем. Что новенького на этот раз привез? Ага. О! А это тоже было что-то? Процесс, отбодет, получается, а он просто задает. Итоги конкурка. Причесут крепления, интересуют дольные меры, интересуют управление. Уже в продаже у нас пошли. Продаем и продаем, получается. Нивелир я сотрю огромный вот этот историк. Крутационник. Эта вся история тоже есть, потому что куда без этой красавицы. Бестселлер, наверное, очень интересно вашим компаниям. А, то что его можно поворачивать непосредственно, находясь на этой. Слушай, ну да, кстати, Вот этого, мне кажется, и не было, у них колесик. Ни фига себе, я здесь его кручу быстро, а тут медленно. То есть там какой-то редуктор стоит, правильно? Офигенно. Вверх несложно. Вот он так. Так, а это? А, нет, фиксали. Вообще, вообще, пушка, вообще, офигенное крепление. Сколько такая история примерно, наверное? Две с половиной тысячи. Две с половиной. Ну, то есть, когда ты покупаешь... Нормально. Не, ну вот за вот такое... За этим все ребята гонятся. Вот это отметка 1, отметка 2. До второй обычно вот эта вот регулировка идет. Хорошая штука. Очень многие все они именно этим креплением интересовались. Слушай, да. А оно у нас по-любому уже будет, мне кажется, со следующей поставки 100%. Блин, классная вещь. Упил бит и голова не болит. Здорово. Что, расскажи по новинкам, Жаню. Здравствуйте. Слушай, ну в этот раз у нас достаточно много что из новинок пришло. Последнее то, что у меня зашло, это наш фрезер. Микрофрезер. Ну, слушай, здорово. Линейка у них 20-ти вольтовая, да? Да, линейка 20-ти вольтовая, причем что у нас интересного здесь есть, да? Давайте поехали. Сан-В6. Ага. То есть ставим фрезу. Регулировка. Ага. Получается все как на взрослых фрезерах. Также есть насадки, которые у нас громочные там. Ага. Он считается у нас на самом деле громочной целью. Ну и есть больших плюсов, то есть мы поставили аккумулятор, включили. Ага. Здесь мы уже включаем. Слушай, здорово. Если у нас в моменте сел аккумулятор, либо по какой-то критине вылетел, выключился вот так вот, мы включаем обратно аккумулятор и он у нас не включается. Слушай, защита от дураката круто. Защита от нулевого тока. Да. Это классно в том плане, что бюджетный сам по себе инструмент и сюда уже, ну как бы сам по себе сегмент. Да, закладывается, да, безопасность работы, потому что, ну, если это не включить, то, в общем, большой шанс, что можно получить серьезную травму. Да. Если он будет сам включиться за работу. Не просто так у некоторых людей, которые там, да, занимаются крутой историей, пальцев не хватает. Еще, я же привалил аккумуляторный фен. Оооо, и здесь он появился. Ну, и также на единый аккумулятор на системе 20. Конечно. Все хорошо. Температура 550 градусов. Ага. Также есть режим проновки, после того, как мы отпускаем, чтобы у нас нить... Ой, это здорово, кстати, умный получается. Вот, плечок для зацепа. Ну, и вот это у нас муфта. Ага. Показываю, для чего она. То есть, если у нас насадка, мы ее работаем, она у нас нагрелась. Да, здорово. Мы ее сбросили. То есть, и не касаемся ничего. Меньше, чем за минуту, я им прикурю сигареты. Ну, это... Так, мы против курения, алкоголя и прочих вещей. Но, если вас вдруг попросят, можно воспользоваться, как бы. Помощь другим людям мы не осуждаем. Поджигать что-нибудь, еще что-то. Мне очень хорошо эта штука за сна ребятам электрикам. Ага. То есть, они работают по контрактам с новыми компаниями, залезают на вышки. А у них проблема, что они провода цепляют на термоусадку, а потом ветер, зажигалки. Все это очень хорошо. Мокорелки вот эти вот. Да. С проводом не поднимешься. А тут сейчас аккумулятор поднялся. Все это спокойно сделал. У него уже работает кредит. Нужный крючок есть, зацепляет на пункт. Ага. Чтобы он не потерялся, не упал. То есть, может быть. Действительно здорово. Вот. Наш аккумулятор не представляет. И гербичка. Тянет и тянет. Тянет и тянет. Да. Тянет и тянет. То есть. Ну, и слишком. Это у нас возможность установки на уртуб. То есть, либо под закрытый, под 600 грамм. Здорово. Причем, эта модель, дробь А1, которая на нашей с людьми, как раз и кирпичный шток с регулировкой, чтобы не сломать было. Ага. 300А, который просто идет без дробь 1, он идет с более коротким штоком и только под твердые герметики. Понятно. Ну, то есть, либо упрощенная версия под один тип, либо забороченная с двумя вариантами. Причем по РРЦ разница в 500 рублей. Ну, как бы хочется уже что-то посложнее в этот момент за 500 рублей. А дальше мы начинаем смотреть национал. То есть, 4 скорости давления. Ага. Причем, дальше, мы отпускаем палец из пускового крючка. Ага. У нас режим антикапля. О, сразу же. Да, чтобы у нас не стекал герметик. Ну, и самая фишка этого инструмента, это подсветка. Ааа, подсветка. Только да, объясню. Ну, на самом деле, то есть, опять же, да, кто чаще всего использует пистолеты для герметики, кто пользуется часто герметиком. Плиточники, сантехники. И чаще всего герметик наносится где-нибудь в труднодоступных местах, где ничего не видно. Куда с натурем специально не подлезешь. Другой рукой подлезать. Вот тут мы включили. И спокойно это делаем. Слушай, да. Действительно, интересная история. За такую цену, как говорится, найдите альтернативу. Отойдем. Пять часов, полночная цена, с двумя дубами, с лимом штоком. С одной дубой, с коротким штоком, пять шток. Окей. В магазине мастер у нас здесь есть? В целом. В том числе в магазине. Идет с аккумуляторами, да? Без аккумулятора отдельно. Система OnePower, 90 видов инструментов на толпе 5. Только начали говорить про пить. Тут уже такая толпа собралась. Просто нереальный бренд. Это наш импак. Еще одна очередная наша новинка этого года. Из фишек того, что у нас есть в этом инструменте. Первое, это у нас три вида скорости. 1200 оборотов в минуту, 2200, 2300. При этом, вот у нас есть 1200 оборотов, но что-то у нас более деликатненькое надо. У нас есть режим деликатного третежа. То есть мы включаем его уже 750 оборотов в минуту, что нам может позволить работать в том числе, например, с гипсокартоном, с какими-то материалами, где нам надо очень сильно регулировать давление. Вот. За счет того, что здесь у нас идет конденциальный удар, и, соответственно, у нас нет обратного момента. С помощью этого инструмента мы можем вразличных трудном доступе. Условия с очень хорошей физической силой спокойно работать и закручивать труд. Да, это главная суть импакта по большому счету. В том числе, вот, как бы, часто показываем, закручиваем вот такие вот вещи. То есть внутри конструкционные саморезы, как бы, вот он самый лучший топчик, что имя показано. Конечно, у них же главная история, это когда ты берешь, грубо говоря, инструмент, вот я возьму, и работаешь им, вот так тебе надо что-нибудь зацепить, да? Да, так работает. Тебе не надо его никак контролировать, просто, чтобы он перпендикулярно поверхности было. Как говорится, из того, что я показываю обычно, когда ты закручиваешь, скрепешь и удерживаешься, что нет вот так вот двумя вручками, он стоит нормально, как все. При этом действительно физической силы не надо. Также при реверсе у нас есть вариант, либо мы также закручиваем по скорости, это все дело. Либо автоматический режим, когда он сам останавливается. То есть сделано для чего? Нету нагрузки, останавливается. Да, нагрузка пропадает, он останавливается. И мы за счет этого можем брать инструменты и аккуратно здесь придешь, не уронить его, не потерять его. Главное, когда он просто на пол попал, не страшно. Или там со стремянки просто сползать. Если вдруг на кого-то, а еще вот такой конструкционный саморез, стройка – опасное дело. Согласен. В целом, как по мероприятию? Как ощущаешь это? Мероприятие классное, народа много, очень много людей подходят, интересуются. Погода зато какая классная, да, еще? Урал направлен. Правильно. Вчера дожди, сегодня уже солнце. Вот, слава богу, что вчера были дожди. Ладно, может еще к тебе заскочу? Нужно ждать дальше. У нас еще много что интересного. Конечно, еще Макс Приджер. Да, уже я рассказывал. Еще, думаю, вернемся ко всему этому. Если нет, то вернемся обязательно в обзорах. Игрей. И инструмент для отдела. И уровней. Ты посмотри, какая ладошка. Вот, вот моя ладошка, а это дальномер. У меня ладошка, ну не сказать, что сильно большая. Дальномер прям крошечный. Симпатяга. Взгляните, какие интересные вещи. Интересно, а до скольки он бьет? Отверток геоэлектрических. Сорок. Сорок метров. Такая кружка. Удивительно. Блин. Обязательно к приватению считаю. Многие у нас на фестивале презентовали свою газонокосилку. Такая вот интересная история. Восемнадцати вольтовых двенашек работает. Вольномочная история. Поднимать не буду. Боюсь, что она очень тяжелая. В целом. Выглядит добротно. Это геоэлектрик, который ты делаешь вот так. Стоишь и под себя, и в руках. Очень уже из сторонников это тема популярно. Что мне снег, что мне зной, что мне дождь. Когда мои друзья со мной. Наш следующий подарок. Триммер аккумуляторный. Офигеть. Бьет дождь. Ребята все равно на улице. Здесь все стоят. Все ждут розыгрыши. Но не только розыгрыши. На деле. И у стендов стоят все. Пользуются инструментом. Дают свои какие-то отзывы. Едут в магазин, покупают. В общем, нам все ни почем. Даже такой ливень. Рассказывай что-нибудь. Интересно, с чем пришел? О чем расскажешь? Мы с инструментами, каналом. Так, ну из новинок, я так понял, у нас сумки и сумки на поясе. Вот то, что вот действительно только-только к нам в магазин пришло. Верно. Мастер один из первых, кто привез сумки в городе Кельмухе. Вот. То есть это немножко эксклюзив, который можно купить здесь. Вот. И поясные. Ну они прям специально под расходку сделаны. Видно, что тут как бы основная работа, она в любом случае шпателем происходит. Никакие отвертки здесь сильно не надо. Максимум там одни плоскогубцы и то, и дай бог если это. И вот что заметил, интересная фишка здесь под рулетку. Обычно в таких поясах делают сзади под молоток. Но зачем маляру молоток? Правильно? Поэтому мы ставим назад рулетку. Слушай, действительно здорово. Как само мероприятие, как увлажнительные процедуры. Прямо сейчас исчезает очередь возле наших ребят, которые делают фаску. Идите скорее в палату Хустварна. Там самые вкусные токи, токи, потоки. Все для вас, ребята. Это не дождь. Это просто улыбка какая-то. Это милость для уральских этого вируса. Слушай, готовы ждать тебя и в четвертый, и в пятый, и в шестой Ораль. Спасибо большое, что приехал. Что, шлифовать будем, да? Ну, вообще у нас походка сегодня такая. Выдался дождик, да? И возник вопрос, а как вообще инструмент PIT сможет работать в таких условиях нашего Урала? И тут решили показать как раз такие фокусы. Вот мы включаем нашу шемку. Ага. Берем замечательную воду из тюмени. Ага. И спокойненько начинаем поливать. Всячески. А она работает, работает и работает. Плохой такой он брызгиватель, да? То есть, как бы, ну это слишком бесщеточного движка, что он не боится воды. Соответственно, после этого, пожалуйста, мы можем дальше что-нибудь делать. Ну круто, круто. Ну что, польем? А, оно от воды работает, я понял. Да! Главное, никому не рассказывай, чтобы на Мерседес не поставили. Ну вот и все, фестиваль закончился. Все подарки прозданы. Осталось только учить призы тем ребятам, которые сделали самые большие чеки. И на этом уже совершенно все. Ждем вас в следующем году на нашем Уральском инструментальном фестивале. Счастливо!